Застойная сердечная недостаточность звучит несколько угрожающе, не так ли? Можно подумать, что это значит, что сердце замедляет свою работу и может вообще отказать. Это не совсем так, но застойная сердечная недостаточность – серьезное заболевание. С ним можно справиться при правильном сочетании лекарств, диеты, образа жизни и более здоровых привычек. Давайте познакомимся с тем, как можно вести более нормальную жизнь при застойной сердечной недостаточности. Попросту говоря, сердечная недостаточность, которая также называется застойной сердечной недостаточностью, это то заболевание, при котором способность вашего сердца качать кровь слабее нормальной. Поэтому сердце не может накачивать достаточно крови с адекватным количеством кислорода и питательных веществ, необходимых вашему организму. И хотя застойная сердечная недостаточность – это хроническое заболевание, отраден тот факт, что по большей части ее лечение с помощью врача приносит хорошие результаты. Да как же понять, есть ли у вас сердечная недостаточность? Существует несколько общих симптомов, и у вас могут быть все они или только некоторые в разных комбинациях. Это затрудненное дыхание при движении и в состоянии покоя, особенно, когда вы лежите на спине. Сухой нацадный кашель иногда ночью. Увеличение веса из-за избыточной жидкости в вашем организме является самым первым признаком. Отечность ступней, щиколоток, пальцев, мошонки и вздутие живота. Вздутие живота снижает чувство голода, чувство усталости и слабости. Вы не чувствуете себя отдохнувшими, даже после хорошего ночного сна. Нарушенный сон и беспокойство без видимых причин. Когда у вас застойная сердечная недостаточность, лекарства играют важную роль в поддерживании вашего здоровья. Ваш врач прописывает вам лекарства для того, чтобы улучшить ваше состояние при застойной сердечной недостаточности. Для того, чтобы добиться эффективных результатов, вы с вашей стороны должны всегда принимать лекарства так, как прописал врач. Продолжать принимать лекарства, даже если вы чувствуете себя лучше. Не прекращайте принимать лекарства до тех пор, пока вам это не порекомендует врач. Сообщите вашему врачу, какие витамины и травяные добавки вы принимаете. Иногда витамины и добавки могут вступать в противоречие с прописанным лекарством. Вы должны убедиться, что их безопасно принимать одновременно с прописанными лекарствами. Всегда имейте при себе список всех прописанных лекарств и тех, которые продаются без рецепта. В списке должны быть указаны точные дозы каждого лекарства и когда и как часто вы их принимаете. Для того, чтобы справляться с застойной сердечной недостаточностью, необходимо сократить использование соли. Слишком много соли, которая содержит натрий, держивает воду в организме. Излишнее скопление воды может быть опасным. Ограничивание использования соли вы можете предотвратить и контролировать скопление жидкости вокруг сердца и в ногах. Слишком большое количество соли способствует высокому кровяному давлению, что может привести к сердечному заболеванию. Какое количество соли можно считать как слишком большое? Рекомендованное ежедневное количество натрия для пациента с достойной сердечной недостаточностью – это обычно 2 грамма или 2000 мг. Это равняется 1 чайной ложке соли в день. Многие употребляют от 2 до 6 ложек в день. Причем соль идет не только из солонки. Многие полуфабрикаты и упакованная приготовленная еда содержат высокий уровень натрия, даже когда отсутствует соленый вкус. Если вы привыкли использовать много соли в вашем рационе, вам будет нелегко сокращать ее употребление. Но есть способы уменьшить количество соли и при этом получать удовольствие от еды. Во-первых, делайте это постепенно. Используйте половину того количества соли, что обозначено в кулинарном рецепте. И постепенно сведите добавление соли к нулю. Читайте ингредиенты на наклейках. Обращайте внимание на слова соль, сода, натрий, как, например, питьевая сода или соль с чесночной пудрой. Если эти слова являются одним из первых четырех ингредиентов, это значит, что данный продукт содержит много натрия. Используйте травы и специи для улучшения вкуса. Попробуйте приправу Миссис Дэш. Избегайте обработанных сыров, сырных паст и сырных закусок, так как они содержат больше соли, чем натурально приготовленные сыры. Избегайте копченых и засоленных продуктов, а также продуктов просоли, как, например, солонины, соленых и маринованных овощей, маслин и оливок, и квашеной капусты. Не покупайте скоро варящиеся смеси, заменяющие рис, макаронные изделия и каши. В них обычно много натрия. Используйте фруктовый сок или вино для готовки вместо бульонов. Споласкивайте консервированного тунца в баночке приблизительно 1 минуту, чтобы уменьшить содержание соли. Не держите солонку на столе. Освободиться от привычки использовать соль может быть трудно, но не отчаивайтесь. Может понадобиться 3 месяца, чтобы освободиться от желания есть соленую еду. Но этого стоит ваше здоровье. Наблюдение врача и проверки при застойной сердечной недостаточности очень важны после выписки из больницы. Это поможет вам быть в хорошей форме при вашем заболевании и вести как можно более активный образ жизни. Первое посещение врача необходимо через 1 неделю после выписки, а затем, по крайней мере, каждые 3-6 месяцев. Некоторым пациентам проверки необходимы чаще. Во время ваших визитов к врачу ваш врач будет проверять признаки и симптомы сердечной недостаточности. Врач будет проверять, есть ли у вас ускоренное или затрудненное дыхание, отеки ног, также называемые эдемой, бухшие вены на шее, звуки в легких от скопления жидкости, похожие на потрескивание. Ваш врач может их услышать через статаскоп, увеличенная печень или живот, ненормальное звучание и сердцебиение, неритмичное и ускоренное. В дополнение к физическому осмотру врач может назначить тесты, такие как эхокардиограмма или эхо, чтобы наблюдать за состоянием сердечной недостаточности. Эхо является самым лучшим методом для того, чтобы проследить за курсом лечения. Кроме того, доктор может назначать анализы крови для того, чтобы иметь больше информации о состоянии вашей сердечной недостаточности. Результаты могут определить, есть ли риск сердечного заболевания или недостаточности, показать возможные причины сердечной недостаточности или точно определить проблемы, которые могут быть причиной ухудшения существующей сердечной недостаточности. Регулярные анализы крови могут помочь вашему врачу следить за побочными явлениями от лекарств, которые вы принимаете. Когда вы страдаете от застойной сердечной недостаточности, ваш организм производит и удерживает слишком много жидкости, что может быть опасно. Важно освобождаться от лишней жидкости, которая накапливается в организме, а также предотвращать ее накопление. Лекарство, известное как водяные таблетки, может помочь освобождаться от лишней жидкости. А так как количество лишней жидкости может быть достаточно большим, в результате образуется лишний вес. Поэтому важно проверять вес ежедневно. Это простой и эффективный способ, помогая следить за увеличением жидкости в организме. В больнице вас взвешивают ежедневно и ограничивают употребление жидкости. Дома вам также надо взвешиваться ежедневно. Рекомендуется записывать вес в дневник. При выписке из больницы пациентам выдается такой дневник. Ниже несколько советов для того, чтобы точно следить за своим весом в домашних условиях. Лучше взвешиваться утром в одно и то же время. Взвешивайтесь после утреннего стула. Взвешивайтесь в одной и той же одежде. Записывайте вес каждый день. Если ваш вес увеличился за ночь на 3 фунта или на 3-5 фунтов за неделю, звоните вашему врачу. В дополнение к ежедневному взвешиванию, ваш доктор вам порекомендует ограничить употребление жидкости. Вы должны проверять вес всего, что вы пьете. Запомните, что любая жидкость, которую вы употребляете, должна быть измерена. Например, желе, мороженое, лед, супы и все напитки. Однако есть способ удалять жажду без использования слишком большого количества жидкости в вашем рационе. Можно сосать замороженные дольки лимона. Также хорошо замораживать виноград. Его можно использовать вместо кубиков льда. Охлажденные напитки лучше удаляют жажду. Карамель или жевательная резинка без сахара увлажняют полость рта. А самое главное, пейте только тогда, когда хотите пить. Если бы вы могли сделать что-то, от чего вы стали бы более здоровы и богаче, и потенциально удлинили бы свою жизнь, вы бы это сделали? Если ответ «да», то сегодня же принимайте решение бросить курить. Курение и зависимость от никотина влияются важной причиной заболеваний и преждевременной смерти, которые можно предотвратить. Бросить курить – одно из самых важных решений, которое вам необходимо принять. Это может существенно изменить качество вашей жизни, а также жизни тех, кто вас окружает. Надо только бросить курить. Вы значительно продлите свою жизнь, существенно снизив риск инфаркта, инсульта или рака. Если вы беременны, бросить курить – значит обеспечить вашему ребенку шанс хорошего здоровья. Люди, с которыми вы живете, особенно дети и домашние животные, будут здоровее. Вторичный дым влияет на тех, кто вас окружает. И сколько денег вы сэкономите, не покупая сигареты и табачные изделия. Если вышеупомянутое не кажется вам достаточным основанием для того, чтобы бросить курить, как насчет следующего. Каждый год от болезней, связанных с курением, умирают 417 тысяч человек. Вы можете стать одним из них. В табачном дыме обнаружены 4000 химикатов и отравляющих веществ. Куря, вы сами себя отравляете. Многие люди, которые курят, хотят бросить курить, но им это трудно сделать из-за никотиновой зависимости. Да, бросить курить трудно, но сейчас, как никогда, появилось много способов, таких как никотиновые наклейки, жвачки, ингаляторы, пульгализаторы для носа и леденцы, которые помогают уменьшить тягу к никотину и бросить курить. Лекарства, такие как гупропион и чантикс, также эффективны. По сути дела, использование способов замены никотина и другие методы могут утроить шанс успеха. Мы также готовы вам помочь. Позвоните специалисту по курению поликлиники Холли Редимер по телефону 215-938-2837, чтобы узнать побольше о наших методах и путях, помогающих бросить курить. Вы также можете позвонить вашему врачу, фармацевту или в пенсильванскую службу, помогающую бросить курить, по телефону 1-877-724-1090, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Запомните, что бросить курить никогда не поздно. Редактор субтитров А.Семкин